Привет, друзья! С вами канал Два Боковых, Егор Плевак и Микаил Гусейнов. И сегодня говорим о поединке Сергея Деревянченко с Хамимом Гуя. Только что завершился этот бой в Антарио, в Калифорнии. Единогласным решением судей победил мексиканец. Возможно, это будет вызывать какие-то вопросы. Но давайте обсудим, Егор, твои мысли по поводу этого боя. Я думаю, вопросов никаких не будут возникать, потому что я напомню, как мы делали в своем прогнозе. Это шоу Оскара Далахои, которое попадет в Калифорнии. И Джеймин Гуя, он боец Оскара Далахои. Никаких вопросов у никого не возникнет. Всем все понятно. По поводу боя. Бой был близким. Да, Деревянченко, украинец был эффектным. Но недостаточно эффективным. Нокдаунов. Легко говорить, не сделал нокдаунов и все такое. Но вещей, которые насчитать можно было в Мунбуе, было достаточно. Давайте скажем так. Вот боец на чужой территории, когда он боксирует против фаворита, нужно сделать что-то такое этакое. Нужно набрать очки, нужно как-то красиво это сделать. Но, скажем честно, пытался. Он это сделал. У него получалось. Он очень хорошо отработал. Он был блестяще готов. Он отлично работал против бойца, который выше и больше него. Он классно сближался. Подходил. И Минай Мунгуе не знал, что делать. Но Молда взяла свое. Промоушен взял свое. Как сказать. Коррупция в боксе взяла свое. И мы наблюдаем результат, который мы поведаем Джейми Мунгуе. На самом деле, честно сказать, если Джейми Мунгуе сделает выводы из этого боя, это получится хорошим уроком и стать таким же крутым бойцом, который, как и его тренер, Эрик Моралес. И мы его еще не раз увидим. Но как его пройдет бой против Сауля Альвареса потенциальный, будет ли его сейчас выставлять на этот бой, и это, наверное, отдельный разговор, к которому мы не готовы еще пока. Это будет в будущем. Мика, ну что ты хочешь сказать по поводу... Ну, ты знаешь, по поводу... Начну с конца, по поводу будущего Мунгуе. Ты знаешь, мне кажется, не сделают никаких выводов, потому что всегда у него было, сколько я помню, всегда много пропускал, даже с гораздо более... Как мы сказали в своем разборе, я напомню. Да, 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 да. Он всегда много пропускал, и в этот раз он вообще не пользовался своей антропометрией. Конечно, Деревянченко для этого что-то делал, но, тем не менее, не что-то делал, а много делал. Но, ты знаешь, я заметил, что Деревянченко просыпался в такой интересный момент, когда Мунгия в него попадал. И тогда Деревянченко начинал работать что-то, и тогда... Ты же напоминал это, извините, что я перебью, напоминал бой с Головкиным, когда Деревянченко пропустил и проснулся. Да, 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 да. Интересная особенность. На самом деле, по раундам я насчитывал... К 12-му раунду 6-5 в пользу Деревянченко я насчитывал, поэтому, с учетом нокдауна в последнем раунде, можно сказать, что, да, Мунгия отдали победу. Может быть, в чем-то и заслужено, но вот, допустим, Крис Мэнникс насчитал после 12-го раунда 114-113 в пользу украинца. Мне лично очень обидно за Деревянченко, потому что у него всегда какие-то очень близкие бои. С Головкиным, я считаю, вообще победил с Джейкобсом, там было сплит-десижн. То есть, все большие свои бои он проиграл, и в 37 лет, когда такой пахарь проигрывает, такой близкий бой, немножко чисто по-человечески обидно. Что еще хочется сказать? Ну, да, если говорить о Мунгия, то я тебе еще в ходе боя говорю, что если так будет идти, то победу отдадут ему. И тут, да, все логично, потому что у Далахой уже осталось очень мало звездных бойцов, и он не мог не вытянуть своего одного из последних тузов в колоде, скажем так. Поэтому, вот так, как есть, я не думаю, что Деревянчика окончательно спишут, если он не будет завершать карьеру, его будут ставить на такие бои с какими-то проспектами, и не будут отдавать победы, скорее всего. Еще один момент по поводу того, что у Деревянчика не получилось сделать нокдауны. Не то, что не получилось, знаешь, я вообще смотрел и думал... Почти получилось, может. Да. Я смотрел и думал, как мексиканец все это держит. Вообще, ну, очень много пропускал. Давай, скажем так, Деревянченко тоже держал хорошие удары, плюхи какие-то мексиканца, которые я думаю... Да. Но вместе с тем стоит отметить, что держал удары этот Монгия. Да. Потерял мысль. Американцы яйца есть, да, достоял, в общем-то... Да. И, кстати, вот это тоже тебе в ходе боя сказал. Недаром у него, наверное, тренер Эрик Моралес, потому что Моралес тоже так мог стоять, пропускать и продолжал. В этом плане, да, молодец. Но на самом деле, таких чемпионских перспектив у Монгия не вижу, потому что это был первый реально такой соперник. Вот, прям крутой. Были, да, там, Спайкл Салливан, был Габриэль Рассада и так далее. Такой, чтобы около топа всем не было и проверку он, я считаю, не прошел на самом деле. Вот такой, наверное, короткий разбор боя. Ну, слушай, я вот... Давай, вот у Деревенческа есть такая отличная особенность. Он иногда сливает бои бойцам, которым не должен сливать. И, наоборот, додает такие бои ребятам, которым, в общем-то, казалось бы, он явно не фаворит. Опять же, бой с Головкингом, да, вспоминается бой с Джейкобсом. Бой с Чарло, да, он бессировал. И здесь, казалось бы, да, он явно не фаворит, но он закатил такой бой вот-вот-вот почти. Поэтому, знаешь, ну да, Чарло легче его прошел, Мунгия там нахватался, но, мне кажется, выводы, это говорит пока не о чем. Я все-таки, мое мнение у Мунгуи, есть будущее, если, в общем-то, будут, а я думаю, угол, в общем-то, довольно умный, и будут какие-то выводы сделаны. Но, опять же, посмотрим. Хотелось бы, на самом деле, увидеть у него хороший удар, хороший. Защита хромает. Защита хромает. Ну, ты знаешь, по поводу угла, по поводу угла, вот в ходе, ну, в перерывах, Мунгия выглядела растерянно, на самом деле, постоянно. И вот по поводу молодости, ты, кстати, сказал, я перед 12 раундом себя поймал на мысли. Ну, 11 уже Мунгия такой поднажал, и я думаю, 12 раунд, я вспомнил рассказ Джека Лондона «Кусок мяса», кто не читал, прочитайте, обязательно очень интересно, про бокс. И вот такое, я думаю, вот сейчас, наверное, молодость возьмет свое, и так и получилось, на самом деле. За счет 12 раунда во многом, на самом деле, получилось единогласное решение, по крайней мере, за счет того самого нокдауна. Вот. Но посмотрим, что будет с Мунгия, поглядим. Вот такой короткий раунд. Какие твои, какие твои, давай, подожди, мы еще, мне еще последний вопрос, какие ты видишь по стихии деревянчика, кто захочет с ним боксировать? Ну, вот по поводу деревянчика, кто захочет боксировать, мне сложно сказать. Это, мне кажется, деревянчика с одной стороны попадает в статус человека, который... Который никто не хочет боксировать. Да, который опасен, и победа прям много, ну, как бы даст какие-то бонусы, но не так уж и много, это не особо продаваемо. Ну, знаешь, мне кажется, он занимает нишу, которую еще занимает Росада. Ну, да, но Росада прям совсем уже Джорни Мэн, а вот деревянчик еще... Такой Джорни Мэн, который может сделать сюрприз. Да, ну, просто деревянчик, вот выражаясь языком UFC, он такой типичный гейткипер, который проверяет молодых, перспективных. А Росада это скорее человек, на котором нужно набраться опыта. То есть там намного выше процент, ну, шанс на победить. Деревянчика шансы поменьше все-таки победить, поэтому... Ну, не знаю, если Деревянчика будет продолжать карьеру, то будет он получать свои неплохие бои. Другой вопрос, что победы ему будут давать, я думаю, все реже и реже. Вот так. Но, конечно, чемпионских амбиций, я думаю, у него уже не будет. Ну, я думаю, ну, на Аммию не знаем, мы не он, да, он будет пытаться, но... Ну, то есть, да, я неправильно говорю, амбиции-то будут, но шансов... Шансы мало. Возраст, да, в этом весе берет свое, хотя Попкинс боксировал, да, ну, ну, И знаешь, который вот, я давай уже все-таки закончим, скажу, что Деревянчика показал для своего возраста, для своего, для своего возраста просто феноменальную подготовку, задышал в 10-м раунде, как будто, будто это первый. Да, в этом я согласен. Согласен, опять-таки, посмотрим, на самом деле, тяжелый бой, у него много, 19 боев за карьеру, у него очень много тяжелых боев, поэтому... Еще по ВСБ огромный опыт. Да, 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 и поэтому посмотрим, как сложится его карьера, на самом деле, это интересный вопрос, но я думаю... посмотрите у нас, в общем, на Телеграме есть будет моменты нокдауна, интересные моменты боя, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что Ютуб, Ютуб это Ютуб, а Телеграм-то Телеграм. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч. Всем пока-пока.